всем привет дорогие друзья и хорошо вам настроение с вами рэй мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды так ежедневные награды быстренько забираем так забрали смотрим так открыть колоду открываем колоду что нам тут выпадет нейтрализатор собственной персоной окей так сегодня у нас как видите на аватар очки это младший брат нашего любимого армагона да вот он решил сегодня ребята покомментировать так ну что поднять уровень персонажа то мы сделаем позже пройдите серию испытаний вот это мы пожалуй сделаем прямо сейчас давай вот это на уровне возьмем так подожди секундочку армагон бакстер плюс донат не донатала не будем брать возьмем зека кожеголового и леонарда такой вот командой будем сейчас бомбить так ну что получи пяткой по лицу да зекто мастер знает как унизить до пяткой по лицу своим ботинком грязным ему похари на носорогу так что такое кланфуд хорош ой-ой-ой как напугал ты меня на тебе получи еще разочек так ребят ну что двигаемся дальше и тут у нас вот они значит нейтрализатор и пиццилиций этих по бокам уничтожили так давай наверно сделаем так бомбочку и остается у нас джастин все ребят отлично отлично получилось ну что же мы двигаемся дальше мы двигаемся дальше и забираем здесь ежедневку так сразиться в трех боях а ну да да мы будем сейчас ребята искать на кого наверно на нашего слыша да слышно эти прокачивать 12 автомобильных вот этих номеров на можно найти 12 штук так один нашли это получается у нас 11 10 9 8 7 так 7 ну и чего 8 9 ну е-мое ну началось а 10 по-моему да 11 нам нужно было сколько 12 да нам нужно 12 еще 3 еще друзья мои три штуки раз ну давай не жмись ты уже в конце концов ну что ты ты посмотри вот специально что ли так стали делать ну последнее осталось все все ребят наконец-то мы получили и прокачиваем ему до пятой ступени пучное ядро да я доволен как удав точнее как окуленок так поднимите уровень персонажа а у меня хватит мутагена на прокачку уровня персонажа нет конечно конечно не хватит ну что ребята тогда идем опа здесь у нас еще мутаген быстренько идем значит сюда и начинаем фармить начинаем ребята фармить жетоны кольцо крутости так 15 жетонов есть камень тарик ерунда так бакс это тоже не особо осколки все сейчас остальное все ребята на нас жетоном испускаем так сколько на самом ну в принципе сыра еще хватает сырка у нас еще пока хватает да единственное что ребята по два ткатика мы скидываем по два очень быстро у нас улетают они так 159 уже осталось 157 155 153 151 149 и последний но зато друзья мои 465 жетонов у нас уже есть так а теперь мы переходим на турнирную арену ребята лига самураев ранг 99 прикинь еще чуть-чуть и меня бы скинули до лиги самураев две звезды как ни странно но этому не бывать этому не бывать мы будем ребята противостоять что есть силы верно верно так что поехали потихонечку начнем ну начали сделаем дебафф так а теперь делаем массовый атаке давай наверно вот так вот запрет на хилл это самое главное так теперь вырубим бакстера получится получилось поздно поздно ты одумался он вешает он мне иммунитет все нет ли я учу да лео на прекрасно прекрасно друзья мои каточка была как вам так не кажется а мне лично вот кажется так ну что ж двигаемся тогда далее а далее у нас 77 позиция ну давай вот эту возьмем команду в принципе ребята можно сыграть и через донателло раз два три четыре когда есть кто-то сильный и не очень в данный момент нужный мне кажется надо его использовать и в данный момент это донателло вырубает всех и в то же время как бы игра быстро прошла и кубки получим и соответственно повысимся по рейтингу до по рангу так что отлично все идем дальше и ну давай вот это возьму тут можно тоже ребята отыграть ну например того же самого вот хотя бы карайку я конечно не уверен что карайка сможет всех с одной плюхи вырубить так как уровень не особо тут мощный но дамагу нанесет прилично вот даже все таки крис брэдфорд упал он не выдержал ребята натиска и все и все проще пареной репы зачем выпендриваться ребят зачем биться головой об стенку когда есть уже придуманный велосипед е-мое лучше на нем разбежаться и в стенку понимаешь так берем с тобой крысиного короля раз два три четыре крысиный король тоже ребята еще тот пройдоха ты смотри что он щуплый белый крыски знает свое дело ты видел ты видел что он сейчас только что сделал вот почитай короля крыс почитай так ну а мне конечно же хочется как можно быстрее вернуться в мою любимую лигу сегунов и оттуда уже как говорится рулить парадом ладно возьмем кожеголову потому что здесь ребята противник есть один у меня к нему просто ребята какая-то уже сколько лет мы играем сколько лет его всегда остерегаясь в этих наших поединках поэтому как бы как только я его вижу у меня какая-то все депрессия начинается сразу приходится что-то там брать так друзья мои потихонечку я подготавливаю себя к проведению стримов вот начал настройку об ски нужно будет вот мне нужно чтобы кто-то мне помог с дискордом я не знаю ребята мне хочется чтобы было много разных комнат моя личная комната ваша личная комната как ваша личная ваша комната где вы общаетесь где вы можете мне что-то там предложить и все это так сделать чтобы она наш была раздельна чтобы не было вот это вот сумятицы как бы тебе даже объяснить ты попроще чтобы очень много комнат и в то же время чтобы не запутаться и чтобы все правильно сделать а вот как фиг знает я это Посмотрел на ютубе эти обучалки, что-то нифига, ребята, не понял. Что-то все там быстро там оттороторил, как не знаю, как из пулемета. Что к чему, как, почему, фиг знает. Ну, я, ребята, конечно, все равно попробую разобраться. И, наверное, я не знаю, в ближайшие годы стрим будет. Стрим будет, только не знаю, опять же, по какой игре и как мы все будем проводить. Так, ну что, ладно, поехали. Каламбур получился, ладно, ничего страшного. Хоба, да, Аллапекс, ну ты серьезно, что ли? Ну, ек, мокрой. Вроде лиса, вроде оторвала хвост шархану, ну, этому, тигриному когтю. А здесь не могла этого забомбашить, ну, разве это дело? Конечно же нет. Так, ребят, 15, по-моему, нам уже должны давать 15-20. Ну, как, по моим ощущениям. О! Так, возьму-ка я здесь зэка. Раз, два, три. Четыре. Интересно, зэковской бомбочки хватит, чтобы их всех вот сразу нам наказать? Я думаю, что хватит. А вдруг нет? Ну, проверим. Морда толстоморда, я все-таки выжил, а? Все-таки выжил у нас. Бибоп этот непробиваемый вечно. Ну, уже, по крайней мере, мы в Лиге Сиогунов, поэтому все нормально, друзья. Все пучком. В бой. Так, 15-20. Вот, уже дают нам 15-20. И здесь я возьму Джастина. Джастина Колбастина. Не знаю, что получится. Как у него сейчас инициатива? Я вижу, что Хан там у нас 50-го уровня в противниках. Как он будет с ним? Кто бы сомневался. Ну, ребят, ну, кто бы сомневался, что Хан будет ходить первым? Блин. Эта фигня получается. Оу, Лео, ну ты красава. Ты посмотри на него, а. Леонардо Малорик взял, просто нашинковал их всех. В капусту. Красавчик, отыграл на все 100%. В этой каточке. Так, а мы же на 30-й позиции, я тебе хочу сказать. На 30-й. Ну что, выпустим тогда старшего брата, нашего маленького Армагона. Который у нас внизу тут, как говорится, крутит и... Шлет вам нормалек, типа все. Так, ладно, а мы идем. Мы идем. А мы ползем. Ну, тут одного валуна будет достаточно, поверь мне. Просто за глаза, и он сотрет их просто этим валуном. Вот и все. Как говорится, старший брат знает, что делать, да? Так, ну а мы? Нет, мы не перешли еще пока, но сейчас перейдем. Сейчас, сейчас прольется чья-то кровь, да? Ну где я? 15-20-то, че? Вот, вот. Специально, вот специально, ребята, они меня заставляют понервничать. Понимаешь? Им вроде бы и не жалко, но надо вот, чтобы помурыжился ты, понимаешь? Помурыжился. Попереживал. Особенно, когда они любят вот это вот делать. Очки. Кубки не додавать. Вот это прям вообще, это ихняя любимая фича. Так, ну что, 900-е. 90-я позиция. Ёк, Макарек. Рэй, вообще что у него? 900-я позиция. Да офигеть. Если бы это было бы 900-я позиция, я бы дурел бы просто-напросто. Ребята, опять же, вот, опять же, сегодня я хотел поиграть в мир юрского периода. Вообще не могу зайти в игру. Обрыв соединения, обрыв соединения. Хотя, где-то часов 5 назад я спокойно в нее играл за кадром. 10 минут, пока не вылетел. Не знаю, не знаю, что происходит. Так, ну что, у нас 72-я позиция. Я думаю, что мы все-таки сегодня попадем в лигу сегонов 3 звездочки. Это будет круто. Тем более, когда уже дают 16-21. То это вообще, ребята, шикандос. Так что, поехали. Пока, как говорится, на больничном, да, друзья мои, можно... Ну, опять же, опять же, пока, ребята, я болею, я буду выставлять вот такие вот милые аватарочки, которые ты видишь внизу. У меня их много. Практически для каждой игры есть. Даже для драконов-садников и олухов тоже есть там приготовленный дракончик. Так, и для мир юрского периода, кстати, тоже дракончики есть. Там велоцираптор у меня будет. Там у нас будет велоцираптор. Раз, два, три. Погнали. Блин, побриться надо. Оброс как дед маза, ё-моё. Ну что, давай нахлобучим, наверное, да? Хоп. Моха, ну это... Вот это вообще, ребята, просто ничтожество. Давай, железноголовый, бомби. На самом деле, я думал, что он сможет все-таки всех бомбануть. Но, видишь, я ошибся. Молотом давай-ка. Отлично. И добиваем. Изи. Изи-пизи, да, друзья? Так, с 52-ю давай на 40-ю. О, на 36-ю даже. На 36-ю. Перелетели. Ну что, у нас тут остается Ванька. Встань-ка. И там еще получается у нас супер-шреддер. И вместе с ним пойдет еще и усагиво. То есть еще хватает бойцов довольно сильных. Подожди, шреддер. Шреддер переплюнул Ваню. Шархан тоже. Даже паукус. Я молчу, ребята. Я просто молчу. Я не ожидал такого. Я думал... Ванька сейчас выстрел сделает и все разлетятся кто куда. Ага. Разлетелись кто куда. Все разлетелись, да, только не туда, куда надо. Так, ну что, друзья мои. Шпарим. Конечно, шпарим, да? Так, и у вас Белочка. Маленькие-маленькие Бурундочки. Угу. Вот так вот. Ну, есть. Друзья мои, я в Лиге Сегунов 3 звезды. Какая радость для меня. Ну, а что за день недели-то сегодня у нас? Что за день недели? По-моему... По-моему, сегодня... Вторник, да? Или среда? Нет, сегодня среда, ребят. Сегодня среда. Или уже даже четверг. Что-то я... Что-то я, если честно, запамятовал. Какой сегодня день недели-то? Такое бывает. Возраст, друзья мои, стареньким. Я стал стареньким. Памяти совсем не осталось. Проходился. С этими болезнями, е-мое. Больничным за больничным, а? Ну, что ты будешь делать? Болеть, еще раз говорю, ребята, болеть невыгодно. Вообще. Так, а что? Да ну. Ты серьезно? У меня один крыльок остался. А что это как-то... Ладно. Что, крыльку шатаем? В легкую. Просто в легкую, ребята. Разорвал их тут всех. Даже не поморщился. Просто тюх. И все. И гуляй, Вася. Да. Две ступеньки пролетело. Нормально? Так, ну что, сколько мы накопили мутагена? О, как мало мутагена-то мы накопили, друзья. Как мало мы накопили мутагена. Слушай, у нас же Макеланджело видение тоже еще не прокачено. Угу. Так, Рафаэль. Где у нас Рафаэль? Я имею в виду Рафаэль видение. Так, секундочку. У него же... Какой у него хороший там уровень должен был быть, по-моему. Вот он, да? А, ролевой. Ролевой, е-мое. Ищу видение. Блин, хотел, думал, хватит. А не хватает, ребята. До 60 уровня его прокачать. Ладно, ничего страшного. Так, давай-ка я, наверное, еще заберу все-таки весь мутаген здесь. Ну, на халяву, во-первых. А и лишним он не будет. Так что... Надо забирать. Надо забирать этот мутаген весь абсолютно, ребят. Не оставлю я ни одного кусочка никому. Все заберу сам. Так, сегодня что еще? Драконы в саднике. Олуха планирую, да, ребята? И, наверное, растение против зомби-героя. Обязательно, да? Поиграем. Плюс. Плюс. Плюс что еще? Ну, там определимся. Там определимся, ребята, что еще. Потому что... Можно, как говорится, прогнозировать себе кучу, да, там, желаний. Выполнить это все не получится. И будет немножечко обидно, скажет. Наговорил в три курбы. Ничего не сделал. Потому что сейчас сижу, сижу, а бац, через час вырублюсь, ребят, как сосунок. Вот и все. Потому что встал. Во сколько я встал сегодня? В три ночи. Не спится. И все, ребята, просто... Ну, как бы, не то, что не спится. Я встал, открыл глаза завтра, в ночь смотрю. На будильник, думаю, странно. А во сколько же я тогда вырубился? В 8, в 9 вечера? Не помню. И лежал, думал, может быть, заснул все-таки еще. Нет, не получилось. Лежал, как супостат. Глазками моргал. Ну, и решил уже встать. Так что, вот такие пироги. Ну что, друзья, все вроде бы, да? Последний бой мы сделали. Последний мотаген мы с тобой забрали полторы тысячи. Кстати, неплохо. Мы с тобой было две тысячи, по-моему, мотагена. Сейчас десятка. Вроде как. Ну да. Десяточка. Так. Я пойду, пожалуй, сейчас смотреть рекламу. Чтобы получить себе вот эти вот откаты. Ну, а вам скажу, ребята, все. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.